Для многих кикбоксинг не спорт, а жизнь. Федерация как большая родная семья. Областная федерация кикбоксинга подвела итоги уходящего года, наградила выдающихся тренеров и их подопечных. К поздравлениям присоединился министр физической культуры и спорта Рамиль Егоров. Действительно, вами гордится семья, вами гордится Ульяновская область, вами гордится страна. Мы не первый год доказываем, что Ульяновская область, Ульяновская школа кикбоксинга одна из самых сильнейших в нашей стране, в нашем государстве. И я хочу пожелать, чтобы мы из года в год, подняв ту планку на самый высокий уровень, держали ее достойно, выиграя, зарабатывая медали, медали почета для нашей страны, для нашей Ульяновской области. Одна из награждаемых – чемпионка России Анастасия Панчкина. За ее плечами победа в первенстве России по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт» – участие в международных соревнованиях. В 2021-м Анастасия выиграла первенство России по боксу и стала финалисткой чемпионата Европы. В этот жесткий спорт вместе со старшим братом ее привел отец. Для меня кикбоксинг – это все. Я не представляю свой день без тренировки. После школы я сплю, чтобы соблюдать режим и иду на тренировку. Я могу оставить уроки назад, на задний план, потому что надо подготовиться к тренировке, там собрать вещи, себя в порядок привести. В Ульяновске кикбоксинг развит на высоком уровне. Ежегодно в регионе проводятся различные соревнования, первенства России. Известный ульяновский боец Владимир Минеев отметил, что ульяновский зритель искушен и рядовыми соревнованиями их не удивить. В следующем году Ульяновск примет соревнования по кикбоксингу в новом формате. Кикбоксинг в клетке ММА. Сейчас мы боксировали, мои два последних года они были в ринге, ну и традиционно кикбоксинг проходит в ринге. Но сейчас есть такая мировая тенденция, что соревнуются ребята по правилам кикбоксинга в клетке ММА. И мы собираемся провести такое мероприятие, вечер кикбоксинга и смешанных единоборств, как в Ульяновске. Еще одним важным событием следующего года станет открытие дворца единоборств в Александровском парке. В двухэтажном здании разместятся универсальный спортивный зал для проведения соревнований, помещение под тренажеры и зал единоборств. В новом спорткомплексе планируется проводить соревнования и подготовку по таким видам спорта, как дзюдо, греко-римская и вольная борьба, бокс, кикбоксинг и другим видам боевых искусств. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ